Это Ева. Ей 40 лет. Она замужем, живет и работает в Стокгольме. Ева считает, что ведет здоровый образ жизни и готова пройти наши тесты, чтобы это доказать. Бетси, я дома. Я думаю, все, что говорят и пишут о здоровом питании – это чистый маркетинг. Ну, вы знаете все эти обещания, типа «похудеете на 10 килограммов, и у вас никогда не будет инсульта?» Принимайте витамины, и вы будете жить вечно, уменьшите потребление сахара, и вы снизите риск заболевания раком. Мне кажется, все это часть одной большой системы маркетинга. Так они зарабатывают деньги, но моих денег им уж точно не видать. У нас здоровая семья. Я готовлю еду сама и слежу за тем, чтобы мы питались правильно. Мы едим домашнюю пищу практически ежедневно. Никакого фастфуда и ему подобных исключений. Моя философия жизни – питайся правильно, ешь здоровую пищу. И если у тебя нет лишнего веса, заниматься физическими нагрузками не обязательно. Я думаю, это и значит быть здоровым. Человек эволюционировал. Наш пищеварительный тракт и метаболизм эволюционировали за тысячи лет. Мы не понимаем этого до конца. Человек ведет себя как беспечный водитель, который вдруг решает заправить свой автомобиль новым горючим, которым никогда не пользовался раньше. Когда я объясняю это пациентам, они понимают, что нужно быть внимательными со всем, что мы делаем и что едим. Каждый раз спрашивайте себя, подходит ли мне лично продукт, который я вижу в магазине или по телевизору. Потому что во многих случаях ответ будет отрицательным. Будьте разумными во всем, что касается вашего здоровья. Большинство людей фаталисты. Они рассуждают так. Зачем совершать лишние усилия, если я все равно умру? Ответ на это один. Да, мы все смертны. Но вряд ли вы захотите умереть раньше заложенного природой срока. И уж точно предпочтете высокое качество жизни в любом возрасте, болезням и старости. Мы едем в Эгилёсу, чтобы встретиться с профессором Стигом Стэном и проверить состояние моего здоровья. Добрый день. Добро пожаловать. Спасибо, спасибо. Мы начнем с анализа крови. Проверим уровень сахара, содержание липидов и питательных веществ в крови. Через 20 минут мы получим ответы на все ваши вопросы и поймем, есть ли необходимость в дальнейшем обследовании. Ожидание результатов заняло гораздо больше времени, чем обещал профессор. И Ева начала заметно нервничать. Итак, Ева, у нас кое-что есть. Да. Во-первых, у вас повышен уровень сахара в крови. И это означает, что вы употребляете слишком много хлеба, картофеля, белого риса и тому подобных продуктов. Это так? Да, но я никогда не ем сладкого. Сахара, конфет. Углеводы этого типа очень быстро всасываются в кровь и вызывают скачки сахара в крови, что в долгосрочной перспективе может способствовать развитию диабета. Уровень сахара в крови Евы повышен, как сказал профессор, что со временем может плохо отразиться на состоянии здоровья. Повышенный уровень сахара вообще свойственен большинству жителей Запада. И это связано с употреблением пищи с высоким гликемическим индексом. Гликемический индекс показывает, в какой пропорции пища перерабатывается в глюкозу в крови. Например, за последние 80 лет в нашем рационе на 30% снизилось содержание медленных углеводов. И на 40% возросло количество пищи с высоким гликемическим индексом. Это произошло из-за того, что еда стала более дешевой. Люди стали потреблять больше пищи, особенно высококалорийной пищи, которая содержит много быстрых углеводов и обладает высоким гликемическим индексом. Мы также обнаружили, что у вас не очень хорошие анализы липидов в крови. То есть в крови мало хороших жиров и слишком много плохих. Например, холестерина. Я даже не думала, что жиры бывают полезными. Проблема рациона современного человека заключается в том, что мы потребляем слишком много омега-6 жирных кислот и слишком мало омега-3. У Евы слишком высокий уровень плохих жиров и слишком низкий хороших. Например, хорошие жиры. Оливковое масло, оливки, авокадо, орехи, жирная рыба и рыбий жир, которые можно принимать дополнительно. Все это примеры так называемых хороших жиров. Последнее, что меня беспокоит в анализах, это слишком высокий показатель цирреактивного белка. Он свидетельствует о хроническом воспалительном процессе, который может привести к тяжелым последствиям, если вовремя не остановить его. Я просто не понимаю, как я могу быть такой старой изнутри, если я хорошо себя чувствую, мой вес в норме, я сама готовлю, ем натуральную пищу, все делаю правильно. Я думала, что все делаю правильно. Я сильно расстроена. Я получила результаты своих анализов, и оказалось, что они гораздо хуже, чем я рассчитывала. Я готова начать новую жизнь. Более здоровую жизнь. Здравствуйте, Элизабет. Меня зовут Ева, и я... Стик Стэн дал Еве телефон Элизабет Нордстром, диетолога-натрициолога, которая пригласит ее на прием и поможет скорректировать рацион и изменить пищевые привычки. Окей. До встречи в среду. Ева приняла решение. Она хочет изменить свой образ жизни и готова начать прямо сегодня. Добрый день. Здравствуйте. Я Ева. Я Элизабет. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Что вы обычно готовите на ужин? Вчера я готовила свиные отбивные с картофельным пюре и мясной подливкой. Соус. Обычно я использую майонез, как любит моя семья. Но, по крайней мере, мы едим с ним овощи. Хорошо. Но можно есть овощи и по-другому. Придется ли мне кардинально изменить свой образ жизни, потому что я не уверена, что действительно смогу или захочу это сделать. Даже небольшие изменения могут привести в долгосрочной перспективе к большому результату, потому что они касаются пищи, которую вы едите каждый день. По данным Всемирной Организации здравоохранения, мы можем снизить риск ишемической болезни сердца на 80%, диабета второго типа на 90%, и рака на одну треть, если будем вести более здоровый образ жизни, заниматься физическими нагрузками и бросим курить. Для оптимального питания необходимо употреблять ежедневно от 500 грамм до килограмма фруктов и овощей. Причем это должны быть свежие продукты, не вареные и не жареные. Конечно, большинство из нас не следует этим рекомендациям, и именно поэтому ученые Гарварда считают, что всем необходимо принимать витамины и минералы каждый день. Как сказала Элизабет, от маленьких перемен зависит большой результат. Для начала замените красное мясо, бекон и фарш индейкой, курицей, рыбой и морепродуктами или растительными источниками, например, чечевицей, фасолью, тофу. Элизабет также объяснила Еве, что дело не только в том, какие продукты вы покупаете, но и как их готовите. Она посоветовала ей избегать жарки на сливочном масле и во фритюре, и не переваривать пищу. Вместо этого можно готовить на сковороде с антипригарным покрытием, используя растительное масло, либо готовить в духовке, на пару или гриле. Элизабет, мы сделали это! Выглядит чудесно! Аппетитно, правда? И пахнет очень вкусно! Смотрите, половину тарелки составляют овощи разных цветов. А главное, здесь гораздо меньше картофеля и мяса, к которым вы привыкли. Гораздо меньше! Да, но этого достаточно, чтобы наесться, уверяю вас. И это очень здоровая пища. К таким переменам я готова. Я не думала, что это будет настолько просто. Еда выглядит просто замечательно. И я могу больше ни о чем не беспокоиться. Я думаю, что если Ева привыкнет к таким небольшим изменениям, о которых мы сегодня говорили, например, поменяет вредные жиры и углеводы на полезные, станет есть больше фруктов и овощей и так далее, то без сомнений она будет чувствовать себя более здоровой и сможет жить дольше и счастливее. Со своими детьми, внуками, а может даже и правнуками. Да, вы можете заявить сегодня, что любите масло, белый хлеб, жареную картошку, конфеты, шоколад, мороженое, и вам не важно, что будет в будущем. Пока вам нравится то, что вы едите, и вы чувствуете себя хорошо. Но когда это будущее неизбежно настает, люди всегда сожалеют о прошлом и готовы на что угодно, лишь бы снова чувствовать себя хорошо. Мы все любим жизнь. Так давайте думать о нашем будущем уже сегодня. Я сама удивляюсь, насколько легко мне дались перемены. Я немного скорректировала рацион, это не отняло у меня много времени. А главное, эти изменения пришлись по душе моей семьи. Сначала я волновалась, что мои дети и муж будут противиться переменам. Но они отнеслись к ним так же, как и я. Они знают, что мы делаем это, чтобы быть здоровыми. Теперь они с удовольствием едят мюсли, йогурт, ягоды и все, что я для них готовлю по-новому. Моя цель – всегда чувствовать себя на 25. И я непременно этого добьюсь. Если вам нужно больше информации о том, как начать здоровый образ жизни, и вы ищете вдохновение, вы найдете их в Wellness от Reflame.